В Библии есть очень интересное утверждение о том, какими муками и болью страдает женщина в их родах. В первом послании Фессалоникийцам, пятая глава, со второго по третьей стихи мы читаем. Ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать ночью. Ибо когда будут говорить «мир и безопасность», тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигает имеющую в очреве, и не избегнут. Бог использует этот интересный пример, чтобы поговорить о втором пришествии Христа. Женщина, о которой говорится в этом стихе, имеет в утробе ребенка. Она знает, что он скоро родится. Ей приблизительно известно время, когда это произойдет. Она знает, что придет время, когда у нее начнутся предродовые схватки, и потом этот ребенок появится на свет. Так Бог использует эту иллюстрацию, чтобы показать, каким образом закончится процесс последнего суда. Он обязательно наступит, потому что Божья справедливость должна восторжествовать. Грешники должны заплатить за свои грехи, чтобы в мире восстановилась справедливость. Поэтому мы знаем, что когда Бог приводит в Библии подобные примеры, Он говорит о событиях наших дней. Так что в данный момент женщина находится в муках рождения. Время ребенку родиться в мир почти уже наступило. Или, другими словами, время последнего суда и конца мира уже почти наступило. Женщина уже находится в муках рождения, то есть здесь имеется в виду, что процесс заключительного суда уже начался. Теперь рассмотрим еще одну иллюстрацию. В книге пророка Иеремии, 6 глава, 23-24 стихи мы читаем. И вновь Бог описывает свой суд над поместными церквями и общинами, в которых теперь правит сатана. Фраза «женщина в родах» указывает на то, что процесс заключительного суда перед концом мира уже начался. Женщина уже в родах. В Библии находим и другие ключевые фразы и выражения. Сегодня я привел только несколько примеров из Писания, чтобы показать вам, как Бог связывает в Библии определенные события, и ключевые выражения, и как на основе полученной информации мы можем приходить к пониманию Божьего плана относительно последнего времени. На этом время нашего занятия подошло к концу. Я прощаюсь с вами до следующей встречи в эфире. Да благословит вас Бог в изучении Слова Божьего! 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 Слова Божьего!